В Хабаровске начал работу Центр управления регионом. Его специалисты займутся сбором, анализом и обработкой жалоб и сообщений от населения, которые поступают через открытые источники в интернете. Помимо этого ЦУР объединит все еще существующие цифровые платформы, через которые люди могут подавать свои обращения. Как сообщают на официальном портале правительства региона, в крае выстроена работа системы Инцидент Менеджмент. Ежедневно программа при помощи алгоритмов мониторит и обрабатывает сотни обращений жителей по самым разным вопросам и проблемам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Оказание медицинской помощи, образование, соцзащита, ЖКХ, состояние дорог и так далее. Все эти запросы оперативно направляются в профильные министерства и ведомства для дальнейшей работы. Отмечается, что задача Центра управления регионом выстроить коммуникацию таким образом, чтобы максимально сократить время отработки обращения с момента его подачи до решения возникшего вопроса. Первый Центр управления регионом был создан в Московской области в начале 2019 года. Принцип работы ЦУР – выявление проблем, их оперативное и качественное решение, а также предотвращение появления аналогичных проблем в будущем. Так вот, по заявлению властей Московской области, за прошлый год в результате работы ЦУРа количество повторных жалоб удалось снизить на 70%. Ознакомившись с работой подмосковного ЦУРа, Владимир Путин дал поручение создать подобные центры в каждом субъекте федерации. В некоторых регионах, в том числе в Хабаровском крае, уже существуют различные цифровые проекты по работе с обращениями граждан. Все они будут интегрированы в работу ЦУРов. Также отмечается, что ЦУРы помогут контролировать эффективность работы власти на местах. Как это будет реализовано на практике, мы попросили рассказать руководителя Центра управления региона Руслана Соколова. Доброе утро. Руслан, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, до создания ЦУР в регионе уже несколько лет работает платформа, да, я так понимаю, портал «Голос-27» и внедрена система инцидент-менеджмента, о которой мы только что сказали. Вот в чем кардинальное отличие ЦУР и вообще, что дало создание? Смотрите, ЦУР – это координационный центр, который как раз-таки занимается сбором обращений, значит, жалоб от населения по открытым источникам. И как раз вот эти платформы, которые вы говорите, «Голос-27» и так далее, они сегодня будут являться составной частью технологической базы Центра управления регионом. То есть, грубо говоря, они будут собирать эти сообщения, да? Они будут составной частью. То есть, система инцидент-менеджмент, значит, система «Голос-27», они все будут объединяться в так называемые посы, и, значит, информация будет поступать из всех возможных открытых источников. То есть, пусть это будут форумы, пусть это будут паблики в социальных сетях, неважно, какие они будут, новостные, какие-то частные группы, какие-то группы по тематикам, по каким-то. То есть, в любом случае, если группа такая открыта, если, значит, она пользуется спросом у населения, с нее в любом случае система будет собирать информацию. Ну, как часто происходит, да? У нас, допустим, есть какой-то пост в какой-нибудь новостной группе, да? И под ним начинается обсуждение. И далеко не факт, что тема, допустим, касается непосредственно того, что опубликовано в этом посту, да? Ну, допустим, пост у нас про... Про дороги. Про дороги, допустим, да. А под ним начинают обсуждать, как у нас отсутствует вода в какой-то части города, к примеру. Так вот, система сама анализирует по ключевым каким-то словам вот эти вот моменты, сама отбирает и сама определяет, что это за проблема. Поэтому вот это уже про воду обращения гражданина направляется уже в профильное ведомство и начинается решение этого вопроса. Руслан, насколько я понимаю, то есть не нужно непосредственно самому писать, да, там, в Голос 27, где-то, может быть, обращаться в правительство края. То есть непосредственно одного комментария будет достаточно, чтобы на него отреагировали. Ну, смотрите, здесь же вопрос в том, что мы не заменяем сегодня систему обращений гражданина. Мы ее дополняем. То есть мы даем возможность человеку дополнительно высказать свое мнение по какому-то вопросу где-то в социальной сети и уже... Смотрите, вот я, наверное, еще чуть-чуть скажу про то, как это происходит. У нас есть так называемая тепловая карта. Это специальное оборудование Центра управления регионом. Мы в режиме реального времени можем видеть, на что конкретно сейчас, в данную минуту, жалуются жители Хабаровского края. Больше всего, да? Больше всего, меньше всего. Это по ключевым словам, то есть выбирают? По ключевым словам. То есть мы видим все. Система собирает все с открытых источников, с пабликов, сети интернет. И за счет вот как раз вот этого всего мы можем видеть, что, допустим, чаще всего население жаловалось, утрировано там, на дороге, к примеру, где-нибудь в Комсомольске-на-Амуре. Дороги отремонтировали, значит, население жаловаться на дороги перестало, начинает жаловаться на, допустим, отсутствие освещения на этих дорогах. То есть мы видим системно вопрос. И это позволяет уже как раз на основе анализа вот этих обращений, по их количеству, по их качеству, да, делать дальнейшие выводы для того, чтобы в том числе и правительство, и регионы, и муниципалитеты понимали, в каком направлении, в принципе, двигаться дальше, да? То есть... Вот вы увидели, да, вот это, извините, что перебил, вот эту информацию вы увидели, что дальше происходит? Куда она направляется? Смотрите, значит, информация направляется, вот если конкретно по жалобам, да, значит, алгоритм такой. Эта информация собирается с системой, она, значит, у нас выявилась, мы ее направляем в профильное ведомство. Допустим, если это уровень муниципалитета, она отправляется в муниципалитет конкретно к тому, кто ее решает. То есть наша задача знаем, решаем. То есть мы должны довести эту задачу до финала, в том числе ответить человеку, что задача его решена. Ну а есть ли гарантия, что эта проблема разрешится после того, как ее сформируют и отправят? То есть обязаны реагировать или просто ее рассмотрят? Ну, конечно, обязаны реагировать. Здесь вопрос в том, что мы же должны решать еще, ну не мы конкретно, ЦУР не решает, да, решают те люди и те профильные министерства ведомства, комитеты, куда она отправляется. То есть наша задача выстроить вот эту коммуникацию, обратные связи для того, чтобы максимально сократить расстояние. Чтобы мы понимали, что если мы отправляем какую-то жалобу или обращение человека в конкретное ведомство, мы должны дать обратную связь этому человеку максимально быстро. Как раз вот по оценке эффективности работы, да, ЦУРа, как раз вот не мы себя будем оценивать. Мы пока еще какая-то структура эфемерная, да, которая просто вот существует, люди не понимают, что она делает, для чего она нужна и так далее. Поэтому вот как раз... Поэтому мы и рассказываем сегодня об этом. Поэтому, да, поэтому вот когда люди уже поймут, что им вопрос какой-то помог решить Центр управления регионом, да, ЦУР, вот когда они начнут это передавать уже посредством там какого-то сарафанного радиосерии, а ты напиши там в социальную сеть и так далее, тебе там услышат, помогут и т.д. и т.п. Вот тогда, наверное, будет лучшая оценка эффективности работы ЦУРа, нашей команды. Вот, наверное, так. Руслан, а есть ли возможность, допустим, чтобы твой пост точно увидели, и он был более заметный, или комментарий, например, поставить какой-то там хэштег, либо геометку, какую-то дополнительную ключевое слово, возможно, это как-то поможет? Ну вот смотрите, такого нет, чтобы ставить хэштеги, геотеги и так далее. Лучше конкретно описывать проблему. То есть у нас система видит, допустим, если, ну, ключевые слова у нас есть, там, образование, медицина, там, проблема, дороги, вот, к примеру, там, плохие дороги, да? Система уже автоматически определит, что, допустим, плохие дороги, это и есть, там, ключевая фраза, вот... Ну, зачастую, вы знаете, просто сообщений так много, и с ненормативной лексикой тех же, и... В том числе. Вот, в том числе, не мешает ли это, хотелось бы узнать, да, в том числе. Мешает, вот, что касается ненормативной лексики, я понимаю, что все люди разные, да, у каждого там разные эмоции в тот момент, когда он пишет сообщение на ту или иную тему, мы понимаем, да? Но, на самом деле, рекомендую ее не употреблять. Ну, во-первых, это для себя внутри, как бы, не очень хорошо, да, когда к тебе потом придут, спросят, что же... То есть это возможность побыстрее выявить проблему и обратить на нее внимание? Если нужно решить проблему, то нужно ее максимально конкретно описать. Лучше написать, где она существует, указать конкретное место, чтобы минимизировать количество вопросов, которые потом приходится задавать. Если, к примеру, допустим, человек пишет, плохие дороги, на него выходит обязательно система, то есть плохие дороги, мы уже понимаем, что они плохие, да, а дальше они начинают уточнять, в каком населенном пункте, где конкретно, какая конкретно дорога там, какие ямы, вот укажите место на карте, грубо говоря. А то есть выходит на него как, в социальных сетях ему начинают писать сообщения? Да, в социальных сетях ему пишут, как человеку. Понятно. То есть, получается, есть обратная связь непосредственно от чиновников, да, от центра, и могут там выйти в директ, да, написать, или как раз ответить в комментариях? Ответить в комментариях. В комментариях. Да, они попросят уточнить, рассказать более детально, более подробно, что там происходит и так далее. Можно сразу в посте это все написать, в принципе. Ну вот так же, задача ЦУР выстроить коммуникацию таким образом, чтобы максимально сократить время отработки обращения с момента его подачи до решения возникшего вопроса, и что очень важно, предотвратить появление аналогичных проблем в будущем. Вот каким образом здесь это будет достигаться, и сколько времени проходит до решения задачи полностью? Здесь от задачи зависит. Установлены. Ну, допустим, если это какая-то задача там из серии открытый люк на дороге, понятное дело, что ее устранят там в течение нескольких часов, да, это реально. А если это, допустим, какая-то системная проблема, у нас 20 лет, простите меня, отсутствовала вода нормальная на Красной речке, да, и, наконец-то, только спустя 20 лет люди получили воду хорошего качества, то есть это проблема системная. И мы должны понимать сегодня, что вот как раз вот такие системные проблемы мы должны в том числе анализировать и давать на решение. Как раз таки об эффективности вашей работы, как будет оцениваться, а можно ли сейчас об этом сказать? Ну, я же сказал, что, в принципе, оценивать должны люди, пока мы структура такая неизвестная для них, и если все-таки мы добьемся вот того, к чему мы стремимся, это быстрота реакции, скорость в решении вопросов, налаживание верной коммуникации, которая приводит как раз к результату, и когда люди поймут, что да, вот сюда обратись, и тебя услышат, обратись вот так, и тебя услышат, вот тогда, наверное, нам скажут спасибо, может быть, будут чаще говорить, что есть ЦУР, пока это, как бы, структура такая непонятная. Как минимум, это интересно, и мы желаем вам удачи в работе, Руслан, будем следить, надеюсь, что еще встретимся в эфире. Спасибо. У нас в студии был Руслан Соколов, руководитель Центра управления регионом.